Новозеландский красный немецкий пестрый великан французский баран. Всего на выставке ушастых пушистиков можно насчитать более 40 видов кроликов, как гигантских, так и совсем крошечных. Это французский баран, ему 4 года и размер его ушей достигает около 70 сантиметров и весит он около 8-7 килограмм. Он не кусается, он не опасный? Нет, он не кусается, не опасный, с ним дети имеют часто очень контакт тоже. Этот кролик сын победителя конкурса в Голландии. Как и все представители породы французский баран, отличается спокойным характером и фотогеничностью. Аппетит у него, как и у остальных обитателей данной выставки, просто отменный и совсем нет чувства насыщения. Так яблоки и морковки они могут поглощать круглые сутки. Не влюбляться в этих милейших созданий просто невозможно. Мы пришли на выставку, попали случайно и были очень удивлены таким разнообразием животного мира. Я думала, кролики они одни, а тут столько видов, что поражает. Нам даже дали погладить их. Ребенок визжал. Выставка замечательная, здесь можно погладить, покормить кроликов. Приходите, не пожалеете. Долгожданная выставка ушастых и пушистых никого не оставит равнодушным. Почти все животные находятся в открытом доступе. Их можно погладить, покормить и подержать на руках. Анастасия Максимова с сыном Даниилом одними из первых пришли посмотреть на плюшевых зайчат. Привела ребенка посмотреть, но, честно говоря, для взрослых это тоже очень интересно. Поэтому советую прийти не только детей привезти, но и взрослым посмотреть обязательно. А в зале по соседству расположились более 10 видов голубей. Статные, красные, николаевские, белохвостые, почтовые, европейские. Выставка пернатых и пушистых располагается на пятом этаже МТВ-центра. Послушать голубей и погладить пушистых крольчат можно ежедневно со 2 марта с 10 и до 7 вечера. Без выходных и перерывов. Продолжение следует...